всем ребят доброе утро сегодня приехали на место не на место в минск приехали только не простой минск первоначальный старожитный минск деревенька называется городище собственно на как на территории которой находился старожитный минск и вот он именно здесь 9-11 век начинался минске минское княжество и именно здесь вот он и находился здесь у нас последнее время его хорошо облагородили территорию поставили все таблички потому что раньше не было указать вместо со всеми остальными интересными местами которые здесь находятся ну собственно вот мы уже можно видеть что здесь у здоровые городские вал который окружал город сам непосредственно сам замок полтора гектара занимал но и потом если посмотреть вокруг что еще 30 гектаров находился второжитный мегаполис собственно вокруг просекает река менка которая по одной из версий дала название городу вот постоянно здесь работают археологи очень много всего интересного находят одна из самых таких знаменитых ну и потом находок это здесь нашли самую древнюю беларуси точно но возможно как и читал европе шахматную фигуру коня собственно памятник который в более уже увеличенном формате и находится уже по центру городище собственно сейчас вот поднимемся туда на эти и посмотрим что-то внизу ну и соответственно потом наверх ну еще пару мест из которых есть крутые сейчас посмотрим ну вот собственно пробираемся уже внутри самого замка вот собственно даже можно смотреть даже да где были въездные брамы сразу видно на по дороге в принципе они так ничего не перестраивалась так и остались уже для удобства вот такие ступенечки поставили чтоб можно было заходить наверх но чувствуется мощь такая вот панорама на соседнюю вал поднимемся ну вот собственно одна из самых знаменитых находок которую здесь будет вот называется самое популярное место для фото зоны ну там естественно охраняем и вот валун который установлен по центру городище собственно отюль подшинался минск господа всем минчанам привет ну и собственно главный вопрос почему минск теперь на том месте где он есть потому что в 1067 году в один из набегов киевские князья спалили практически полностью второжитный Менск и всеслав чирозей тот самый который перетворал все волка и бегал по беларуси перенес перенес город на немигу где находится уже соответственно теперешний минск вот так а вот еще одно интересное место если вот спускаться вот оттуда одной стороны замчища вот здесь находится могила Рудольфа Пищалы собственно все минчане знают что он построил а именно вот человек который выбрал тендер на постройку Володарки либо сезон номер один города Минска также известен как Пищаловский замок и потом уже в 18 веке и принадлежала вот эта территория и поселение которое находилось на месте городище и вот как перепрялись история Минска Пищаловский замок и те люди которые построили Пищаловский замок который потом уже переделали в тюрьму тоже здесь красивые виды открываются спокойно можно приезжать погулять очень интересно между прочим здесь еще находится ручей Дунай который который находится с правой стороны замка который впадает в реку Менку так что у нас есть свой Дунай в общем можно много тут долго бродить всякие интересные места обсматривать всякие закутки так что приезжайте смотрите путешествуйте любите страну всем добра до сих пор до сих пор